Музыка 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 Да, действительно Март традиционное время для проведения фестиваля русская музыка Расскажите в этом году в связи с уже надеюсь после пандемийной историей Как он будет проходить, какие особенности Ну в первую очередь это должен был быть 52-й фестиваль Но к сожалению в прошлом году в эти же сроки он стоял И все мы понимаем пандемия началась И фестиваль у нас не состоялся Поэтому это 51-й фестиваль Он пройдет с теми же самыми ограничениями, которые есть у нас от воспотребнодзора И масочный режим, и обработка рук, и измерение температуры Но вот с радостью мы узнали на этой неделе, что у нас 75% зала открывают Поздравляю Это очень хорошо Это очень хорошо Мы ждем, не дождемся, когда 100% Как гости будут рассажены не через одного, а как-то по-другому Да, мы предусмотрим схемы, где мы сможем рассадить по два, по три человека вместе Потому что приходят же с семьями, тем более на наш фестиваль Ну а в фестивале, что у нас мы охватили, постарались охватить просто все У нас называется фестиваль искусств И поэтому у нас в фестивале будет и духовая музыка, и камерная музыка, и симфоническая У нас выступят студенты консерватории Римского-Корсакова И в их исполнении будет и хоровое исполнение будет, и также камерная музыка, и оркестр русских народных инструментов Давайте с самого начала, кого увидят и что услышат новгородцы Прямо вот по датам По датам У нас открытие 19-го числа, и 19-го числа образцовый оркестр войск национальной гвардии Это концерт духовой музыки Духового оркестра Большие имена И приглашаем всех обязательно это увидеть, посетить И все-таки духовая музыка, это интересно Да, у нас есть в Новгороде духовой оркестр Но мы приглашаем на образцово-показательный войск национальной гвардии оркестр Масштаб все-таки Да Кого еще увидят? Уже вот прям точно по датам не скажу Но обязательно у нас будет и камерный оркестр наш, новгородский И будут у нас, как я уже сказал, студенты консерватории Римско-Корского Хор будет, будет у нас камерная музыка, да, и симфонический оркестр И симфонический оркестр, да Также фестиваль искусств, и ценители балета увидят Балет, да, у нас приезжают Когда? Главный, главный 27-го 27-го числа, да И это «Лебединое озеро», и премьера у нас Наш несравненный Игорь Колпс, которым мы очень дружим И дружит наша Уже им не дружим И вы дружите, у нас соседей было, поэтому И приглашаем вас увидеть на сцене Мы обязательно придем Мы забыли еще про наш народный оркестр Они 21-го числа Представят совершенно потрясающую программу Я как раз разговаривал с художественным руководителем филармонии Она очень красочно Обрисовала мне вот этот Концерт 21-го числа Это будет на музыку Римского-Корского Садко Они очень оригинально это обработали И даже если здесь подсмотреть немножечко Что, да, с фольклористом Александром Николаевичем Нечаевым Он будет иллюстрируется музыкой Римского-Корского И художественное слово Сергей Семенцов Это вообще у нас Оркестр Русских Народных Инструментов Любит такие эксперименты Когда и художественное слово И музыка В одном концерте В одном концерте, да Это очень интересно Дополняет, да, на какую-то... Мне интересно, какие площадки будут задействованы И именно об открытии немножко поговорить Что новгородцы увидят именно на открытии фестиваля 19-го числа 19-го числа Как будет? Ну, площадки у нас разнообразия не будет Это исключительно зал Новгородской областной филармонии Это прекрасная площадка Замечательная площадка И очень много желающих принять участие в этом фестивале Поэтому сроки такие большие С 19-го по 28-е марта Обычно фестивали Это там много площадок и три дня Но у нас здесь вот одна площадка И много коллективов Ну, а про открытие фестиваля Про духовую музыку Я думаю, что Лев Александрович больше расскажет Пожалуйста Мне бы хотелось сказать, что, конечно, на открытие фестиваля Пригласили Оркестр Национальной Гвардии Из Москвы Это прославленный коллектив Ему уже много-много лет Они объездили всю страну И, конечно, оркестры, духовые оркестры такого уровня Это всегда наслаждение Потому что, если вспомнить это настроение Там летний вечер, идешь по парку И играет духовой оркестр Ну, сразу Настроение сразу улучшается Да, конечно И самое главное, что это очень профессионально сделано Они играют не только духовой репертуар То есть там польки, там всякие вальсы Они играют и профессиональную музыку Я знаю, что это будет и Чайковский, и Римский Корсков То есть это специальные обработки Переработанные Аранжированные для Насколько сложны они в исполнении На ваш взгляд, как профессионалы? Я думаю, что профессионалам ничего не сложно Профессионалы это делают с удовольствием Камерный оркестр готовится к фестивалю? Камерный оркестр уже очень давно готовится Мы ждем его с нетерпением Потому что в прошлом году, к сожалению, Василий Анатольевич уже сказал Что мы вынуждены были пропустить И мы очень хотим еще раз повторно сыграть Прошел юбилей Чайковского Его воспоминания о Флоренции Потому что это потрясающее совершенно произведение В которое я лично влюбился Просто до беспамятства И мы сыграем Аренского Мы сыграем Бородина Мы сыграем Глинку Мы сыграем камерную музыку И некоторые даже переложения, которые я сам делал И Прокофьева, кстати говоря, и Прокофьева Получается, готовились целый год Да? Ведь планировали примерно год назад Это все осуществить Отрепетировали подробнее Онлайн как-то репетировали за этот год? Было такое Давайте пообщаемся У нас телефонный звонок 67 97 67 Добрый вечер Мы вас слушаем Алло, добрый вечер, уважаемые Добрый вечер Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Марина Я живу в Паровичах Довольно я вам слушаю И немножко завидую на второстном Что у них есть такая возможность Посетить эти мероприятия Приезжайте Я знаю, что у вас онлайн-трансляции Филармония вела Будут ли трансляции вот этих мероприятий Мы тоже хотели бы посмотреть Спасибо вам Спасибо большое Ну вот один из моих вопросов Дополнительных вычеркнули Онлайн-формат Расскажите Онлайн-формат, да Мы сейчас работаем как раз над этим И выбираем те мероприятия Которые мы будем именно транслировать Марину Марину же, правильно? Да Из Боровичей Марина, мы вас приглашаем Приезжайте для вас билеты Мы в кассу положим Чтобы вы не только онлайн смотрели Но все-таки, мне кажется, что музыку нужно слушать Находясь непосредственно в зале Вы прям готовы подарить Марине Марине приедет Марине на каждый приезд ее будем обязательно дарить Но онлайн, да, мы Как это технически происходит? Для меня вот загадка, да Оркестр, чтобы это был хороший звук Как вы это все Пускай для вас это будет оставаться загадкой Но это действительно очень большая работа Запустить в онлайн программу Хорошего качества Хорошего качества звука прежде всего И по звуку Там работает целая команда У нас больше шести человек Для того, чтобы вот эта одна трансляция состоялась Тогда скажите, где нашим соседям посмотреть онлайн? Если они где-то живут в области Они будут на наших площадках Интернет, да Новгородская областная филармония Да, на площадке ВКонтакте Новгородская областная филармония Новгородское областное театральное концертное агентство И у нас на нашем сайте Новгородское областное театральное концертное агентство Там же, наверное, все даты, все расписание Да, конечно Я вот по следам звонка Марины Задам вопрос По поводу сотрудничества с другими фестивалями Возможно, в других регионах И расширение географии, то есть выезжать, прокатиться с гастролями, вот с этим фестивалем по области, по нашей или в другие регионы съездить. Как вы вообще на эту практику смотрите? Ну, расширить фестиваль, да, это было бы интересно. Например, фестиваль Достоевского вот в этом году, который пройдет. Он у нас традиционно проходил и в Великом Новгороде, и в Старой Руси. Но в этом году мы расширяемся, он будет как раз и в Боровичах. Боровичане тоже смогут увидеть спектакли. Расширить этот фестиваль, да, это хорошая мысль. Я думаю, что нам стоит обсудить. На Петербург и на Москву. На Петербург и на Москву. Как минимум. Но я что хочу сказать. Наши оркестры, они гастролируют по области. И я уверен, что жители области Новгородской знакомы с творчеством и Оркестра Русских Народных Инструментов, и с творчеством Камерного Оркестра. В Боровичи приезжайте. Да, да, да. Я лично сам приезжал. Приезжайте. А если захотят еще раз увидеть, могут вам как-то с вами связаться и пригласить вас. Куда еще вы поедете? Мы сейчас узнаем к следующему слушателю, зрителю нашему. Или зрительнице. Добрый вечер, 679767. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут? Здравствуйте, пожалуйста. Какая группа инструментов в Оркестре может победить в соревновании на громкость? Деревянные, духовые или струнные? Ого. Это профессиональная загадка. Я предоставляю права ответить, Львов Александрович, по громкости. Конечно, нужно понимать, что струнные инструменты, они достаточно громкие, но ни один струнный инструмент, конечно, не перекричит, назовем так, духовой. Поэтому, конечно, если посадить одинаковое количество струнников и деревянных духовых инструментов, то, конечно, победят духовые инструменты. Может, нам стоит ввести какую-то новую номинацию, не просто фестиваль, а еще и соревнования на громкость. Такие вопросы интересуют наши соседи. Хотела спросить про билеты. Насколько сейчас они есть в продаже? Можно ли их купить онлайн и вообще остались ли свободные места? Да, билеты есть в продаже и свободные места еще есть. Купить онлайн нет ничего проще. Заходите на сайт Новгородско-областной филармонии. Там есть кнопочка «Купить билет» и все. Вы приобретаете. Схема зала. Да, схема зала. Выбираете себе место и приобретаете билеты. В этом нет никакой проблемы. И вот мы заметили, что в театр очень много покупают онлайн. А филармонию как-то стесняются. И, видимо, есть какой-то особый ритуал. Это прийти в Кремль. Пробеду в Кремль. Прийти в Кремль. А еще я хочу сказать, у вас очень хорошие женщины работают в кассе. Они прекрасно консультируют всех гостей, всех, которые к вам приходят. Даже если зайти просто погреться в Кремле, сразу купить билеты. Да. Настолько они рассказывают. Очень интересно. Прекрасно. Что нам сейчас расскажут, мы узнаем. 67 97 67. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Николай меня зовут. Ваш вопрос. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, скоро будет день рождения Рахманинова. Планируется что-нибудь у вас? Какой-то концерт, может, с исполнением его композиций? Спасибо. Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Уврат обители святой. Прошу вас. Ну, по Рахманинову, конечно, Рахманинов творил в разных жанрах. И камерный оркестр — это не самый, так сказать, передовой жанр. Конечно, это и романсы были Рахманинова, и симфоническая музыка, и опера. Поэтому, конечно, мы стараемся включать в наш репертуар произведения Сергея Васильевича Рахманинова, который мы также сыграем на концерте 20 марта. Но это, так сказать, не совсем наш профиль, но мы стараемся. Я лично сделал переложение романса «Здесь хорошо» для камерного оркестра, и мы его записали во время пандемии онлайн с любой макухой. Да, и как раз это был хороший опыт. Как раз в День России записали, показывали по телевидению. И также играли, если вы помните, Лев, Александр Ильич, играли оркестр напротив того дома, где жила бабушка Сергея Васильевича. Это, кстати, мой был первый концерт после этого локдауна, когда не было ни одного концерта три месяца. И мой первый концерт состоялся как раз действительно около дома. На улице. Да, на улице. Играли Рахманинова. Играли его квартиру. Дорогие соседи, не переключайтесь, мы вернемся в студию после паузы. 51-й фестиваль искусств «Русская музыка» с 19 по 28 марта. Новгородская филармония. Оркестр войск Нацгвардии. Камерный оркестр. Оркестр русских народных инструментов. Санкт-Петербургский театр балета. Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории. Билеты в кассе и на сайте филармонии. Новгородская филармония. 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 Только для пайщиков-пенсионеров выгода по сбережениям 12,5% годовых. В ПК «Звезда» удобно, выгодно, застрахована. 637-650, 637-650. Субтитры создавал DimaTorzok Как часто наши родители не говорят правду, чтобы не беспокоить нас. Ты таблетки купила? Да. И как часто мы делаем именно то, что им действительно нужно. Карта лояльности сети «Аптек Апрель» — это максимальная экономия на лекарствах. Позаботьтесь о своих близких. Серебро — это врожденное благородство и символ материального благополучия. Салон «Серебро» предлагает широкий ассортимент столового серебра и достойные ювелирные украшения. Удивительное разнообразие изделий от булавки до савовара. Большой выбор чайных ложек и ювелирных коллекций. Создавайте свои семейные традиции вместе с нами. Наш адрес — Воскресенский бульвар, дом 1. Каждый четвертый новгородец смотрит НТ. Круглосуточный телефон рекламной службы 63 90 30. Продолжаем общение в соседях. Гости сегодняшней программы — Лев Дунаев и Василий Ян. Разговариваем о фестивале «Русская музыка». И у нас телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Ваша вопрос. У меня такой вопрос. Была практика выступления оркестра на территории Кремля. Скажите, планируются еще какие-то выступления такие или на еще нестандартные какие-то площадки? Вы имеете в виду открытые площадки, да? Да, на открытых площадках. Может быть, еще где-то в городе. Это очень привлекает, интересно. Спасибо за вопрос. Тем более, во время пандемии. Очень актуально. Спасибо большое. Эти выступления у нас называются Open Air Classic в Новгородском Кремле. И да, конечно, мы каждый год как делали, так и будем продолжать это делать. В летнее время, наверное? В летнее время. Что планируется? Ну, хоть что-нибудь? Камерное оркестр, Оркестр Русских Народных Инструментов. Они каждый раз программу подбирают. Наверное, в Дню Города что-нибудь будет интересно организовать? У нас, в принципе, мы не привязываемся для Open Air, мы не привязываемся к каким-то конкретным датам. Но в День Города… В Open Air это и так должно быть событие. И так много людей в Кремле. А так, да, мы устраиваем минимум четыре раза за летом. Мы обязательно такие программы делаем. Расскажите, Лев, что еще будет интересного на фестивале «Русская музыка»? Да, на самом деле мы немножко отвлеклись от фестиваля. И я бы хотел сказать, что моей гордостью и, не знаю, таким особенным достоянием, я считаю, что согласился с камерным оркестром выступить ведущий солист Большого театра России Илья Селиванов. Это тенор. Мы его очень давно упрашивали. И он уже и тогда согласился во время пандемии. Но, наконец-то, мы реализуем это. Это потрясающий музыкант. Он сам из Петербурга, но сейчас он живет в Москве. Я его давно знаю. Я для него специально сделал переложение романсов, Чайковского. И, наконец-то, новгородцы смогут живьем послушать живого, так сказать, солиста Большого театра. И это, конечно, большое, я считаю, достижение. Напомните нам. Это 20-е число. 20-е число, филармония. С камерным оркестром. С камерным оркестром. Как же вы репетируете, если вы сейчас находитесь на расстоянии? Дело в том, что мы, конечно, исполняем из его репертуара произведение. Он приедет. Он приедет накануне. Мы накануне отрепетируем. И в день концерта. Так же, как и с Мирославом. Мирослав завтра приедет. А как вообще проходит отбор музыкальных произведений на фестиваль? Кто этим занимается? У нас есть наш замечательный художественный руководитель филармонии. И у нас есть художественный руководитель и камерного оркестра, и оркестра русских народных инструментов. И уже они формируют, предлагают. Ну и в общем и целом это их заслуга. Мы полностью доверяем их профессионализму. А вот на будущее вообще какого, может быть, артиста хотели бы увидеть или услышать на нашей новгородской сцене? А каком считается филармония? Вообще за время существования этого фестиваля у нас же и Гергиев был, и хор Пятницкого был. У нас много известных личностей выступали. Но в этом году мы решили взять такой курс на обновление фестиваля. А в чем именно это обновление? А вот для зрителей? Для того, чтобы зрители поняли, что классическая музыка, и вообще музыка, это не только для среднего возраста, для старшего возраста. Это и для молодежи тоже. Молодежи это тоже очень интересно. Именно поэтому мы сделали упор. И вот три концерта у нас будут давать студенты. Студенты какие студенты? Петербургская консерватория. И представят они, как я уже говорил, и хоровое пение, и камерная музыка, и в завершении у нас фестиваля будет симфонический оркестр. А как сами артисты? Им нравится выступать в Великом Новгороде? Они с удовольствием у нас? Многие были уже. Просто многие приезжали, мы их приглашали. Просто сейчас так получилось, что возникла идея, я считаю, гениальная идея, сделать фестиваль этот совместно с Петербургской консерваторией. Я сам два раза закончил эту консерваторию как дирижер хора и как дирижер сифонического оркестра. Поэтому, когда хор приезжает, мне тепло на сердце. И когда симфонический оркестр, мое второе образование, там учатся студенты, которых я знаю, которых я учил в Петербурге, с кем мы встречаемся. И они приедут на нашу сцену уже в качестве не просто студентов. Потому что я хочу отметить, что симфонический оркестр консерватории – это не просто студенческий коллектив, это концертный коллектив под руководством Алексея Николаевича Васильева. Это ректор консерватории, он, я считаю, совершил просто потрясающее преображение в консерватории. Он возглавил, лично возглавил этот оркестр. Оркестр выступает сейчас, когда все открылось, они играют каждую неделю новую программу. То есть это очень хорошего качества коллектив. И мне очень радостно, что они у нас закроют наш фестиваль. Я предлагаю в конце нашей программы напомнить нашим зрителям, где и когда пройдут концерты фестиваля «Русская музыка» и подвести итоги, чей звонок вам понравился больше всего сегодня и кому вы подарите сегодняшний приз. Давайте начнем с первого вопроса. С первого вопроса. С 19 по 28 марта у нас в Новгородской областной филармонии суббота-воскресенье. Пожалуйста, смотрите, следите за афишей. Скажу, что на память открывает у нас Духовой оркестр Насгвардии, закрывает у нас как раз симфонический оркестр Петербургской консерватории имени Римского-Корского. Ну а лучший вопрос, я думаю, что... Чей звонок вам понравился больше всего? Помимо Марины Избровичей. Помимо профессиональных вопросов, мне кажется, что вопрос про самый громкий инструмент... Оригинальный. Так же дарим билеты. Дарим билеты. Наши редакторы обязательно с вами свяжутся и расскажут, как получить этот билет. Спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу. Очень радостно, что фестиваль «Русская музыка» готов к тандемам, к открытиям, к экспериментам и к сотрудничеству. Это очень радостно. Спасибо. Желаем фестивалю процветания и успехов. До новых встреч. Спасибо. С редакцией всегда можно связаться по телефону 638-005. Всего доброго. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова